Святый Боже, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Молебен о здравии теперь звучит каждую среду в стационаре Зайнской ЦРБ. Пациенты восприняли это благое дело. С воодушевлением и в отведенную для молебна комнату спешат со всех отделений. Молебен проводят богачины Зайнского района Ирей Сергий Кузнецов. Меня даже приглашали в палату в первый раз. То есть я пришел в палату, и после молебна мне сообщили, что меня хочет человек увидеть, потому что это был мой прихожанин. который приходит к нам, исповедуется, причается, ее прооперировали. И она была очень рада меня видеть. Главная просьба всех молящихся, конечно же, о здоровье. Молебен длится минут 20, чтобы больные не уставали. Но местные бабули настолько рады, что можно и в больнице коллективно помолиться, что молятся не только за себя. О здоровье детям, себе, всем, и за страну за все молимся. Все, чтобы было хорошо. Я хожу в Старом Зайнске все время. И очень благодарна, что в средней неделе, сегодня Андрей первозванный, по-моему, и попал сюда, на это богослужение. С Божьей помощью, чтобы было все нормально у нас. Здоровье стараемся. Врачи хорошие. С предложением организовать молельные комнаты в больницах выступила Русская Православная Церковь. Министерство здравоохранения поддержало эту инициативу. Пока в ЦРБ для этого отводится свободная комната, но вопрос будет решен. Наша больница поддержала эту добрую идею и организовала встречи православного священника с нашими пациентами. Сейчас решается вопрос о выделении отдельного помещения для организации молельной комнаты. Скажите, как для православных, так и для мусульман. Организовать в ближайшее время богослужение планируется и для пациентов мусульманской веры. Елена Маврина, Ангелина Санникова, Александр Тимофеев. Новости Заинска.